Всем привет! Я Улхман Джахапеков, вы на канале Темиров Live. По официальным данным, во время апрельского конфликта на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном погибло 36 человек. 33 из них были гражданскими. Мы проанализировали несколько материалов, связанных с конфликтом, и попытались найти возможные совершенные преступления со стороны таджикских военных. Также мы смогли установить личности некоторых из них. На этих фотографиях, как вы видите, автомобили граждан Кыргызстана. Они были расстреляны рядом с селом Чорко. У нас появился ряд вопросов. Кто стрелял? Откуда стреляли? И почему? В поиске нам попалось видео, снятое одним из таджикских военных. На этих кадрах видно, как таджикские военные расположились на возвышенности, откуда легко просматривается дорога и проезжающие по ней машины. На 45 секунде видео можно увидеть здание, у которого половина крыши окрашена в синей. Мы нашли это здание. Оно находится возле дороги недалеко от села Чорко. На второй минуте они стреляют по автомобилю марки «Хонда Фит». В ней находились шесть молодых парней. Трое из них погибли. Родственники погибших насчитали более 150 отверстий, оставленных от огнестрельного оружия. Toyota Corolla – следующий автомобиль, который попал под обстрел. Там находились два человека. Оба погибли. И еще один автомобиль, который стал мишенью – Lexus RX 300. Подтверждением этому являются слова самого оператора, который говорит, что сам расстрелял эту машину. В ней находился только водитель, который тоже погиб. Все погибшие – гражданские. Мы смогли найти героев в видео в социальных сетях. У оператора, снимавшего все происходящее, есть страницы в разных социальных сетях. В социальной сети «Одноклассники» он зарегистрирован под никнеймом «СВД Драгунова». Там же мы смогли узнать, где он служит. Служит он в пограничных войсках ГКНБ Республики Таджикистана. Нашивку пограничника можно увидеть на его фотографиях, которыми богата его страница. Там же указано, что он служит в пограничном отряде номер 2199. А на странице в ТикТок он регистрировался под именем «Захир Рахматов». Позже переименовал на «СВД Драгунов». Последний пост на странице был опубликован 26 мая 2021 года. То есть эта страница до сих пор активна. «Захир Рахматов» был призван на службу в 2019 году шахмансурским районным комиссариатом в городе Душанбе. Солдата, который заряжает магазин, зовут Ахладдин Султонов. Третьего солдата, на котором надет бронежилет, зовут Мухаммад Абуддинов. Все они служат в одной части. Мы также запросили юридическую оценку действиям таджикских военных. Применение силы вооруженными силами в лице пограничников Таджикистана можно рассматривать как действия в рамках международного вооруженного конфликта. Заявление и признание со стороны участвующих государств не требуется. Действия, совершенные пограничниками Таджикистана, можно рассматривать как нарушение норм международного гуманитарного права, главный из которых заключается в вооруженном нападении на гражданских лиц, ставших жертвой атаки. Мы продолжим свою работу по расследованию преступлений. Ничто не должно оставаться безнаказанным. Под какими бы патриотическими и националистическими лозунгами не совершались эти самые преступления. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и следите за новыми расследованиями. Субтитры создавал DimaTorzok